Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, поскольку здесь вы можете найти большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем не только обзоры в формате тест-драйвов, но и обзоры технические, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей автомобилей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже. Новые видео будут выходить и там, поэтому переходите по ссылке в описании под этим роликом и подписывайтесь. Так, на всякий случай. Герой нашего сегодняшнего ролика из серии «Про что нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль» — это машина, которая занимает некое промежуточное положение между классом кроссоверов и городских хэтчбеков. Автомобиль этот в первую очередь подойдет тем, кто, проживая в городе, тем не менее, хочет иметь возможность периодически выезжать на проселок и не испытывать проблем с ездой по заснеженным дворам, либо с парковкой в сугробах. Будучи новой, эта машина имела отличные показатели продаж на российском рынке и, соответственно, на вторичке представлена в огромном количестве. Насколько целесообразно приобретение подобного автомобиля и какую версию предпочесть, разбираемся дальше. Встречайте, Subaru XV, первое поколение. Subaru XV первого поколения появился на рынке в 2011 году. Этот автомобиль продержался на конвейере целых 6 лет. Выпуск машины прекратили в 2018. При этом под самый занавес производства модель обновили, подвергнув ее рестайлингу. Машины с 2016 года имеют несколько иное оформление передней части. Что касается линейки агрегатов, она здесь весьма необширная. На европейский рынок эти машины могли поставляться с дизельными моторами, но на российском только бензиновые агрегаты. Их два. 1,6 на 114 лошадиных сил и двухлитровый агрегат на 150 лошадей. Коробки передач здесь могли быть либо вариаторные, либо механические. Пятиступенчатые для младшего и шестиступенчатые для старшего по объему мотора. Ну а вариантов по типу привода здесь не было. Все XV имеют безальтернативно полный привод. Наш сегодняшний экземпляр это 2012 год выпуска. Двухлитровый мотор на 150 лошадиных сил и вариаторная КПП. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество красочного покрытия, а также про его сопротивляемость ржавчине. Что касается толщины лакокраски, Subaru XV это типичный японец. И для большинства подобных автомобилей разброс значений толщиномера будет лежать в диапазоне от 90 до 130 микрон. Плюс-минус погрешность на калибровку конкретного прибора. Что касается прочности ЛКП, то здесь все как у других. Эти машины имеют довольно нежное лакокрасочное покрытие, которое легко покрывается царапинами и сколами. Кстати о сколах. Если вам повезло наловить на X-V-шку сколов до железа, эти моменты лучше своевременно обработать. Поскольку именно с этих точек могут начать появляться рыжики. Это особенно актуально, если автомобиль используется в регионах, где на широкую ногу поставлено использование антигололедных реагентов. Да и с поправкой на относительно небольшой возраст большинства этих машин, говорить о какой-то серьезной сквозной коррозии пока еще преждевременно. Во всяком случае, лично нам видеть ржавок в труху X-V-шек не приходилось. Тем не менее, при выборе подобного автомобиля не стоит пропускать этап осмотра на подъемники. Хотя бы для того, чтобы убедиться в целостности силовой структуры кузова и отсутствии следов серьезных ДТП. Так что, по сути, если что-то на X-V от коррозии и страдает, то это элементы подвески, которые покрываются рыжим налетом, что вполне себе естественно. Что касается салона и бортового электрооборудования, то здесь, по большому счету, у X-V все в порядке. По электрике этот автомобиль достаточно простой, особенно если сравнивать его с некоторыми изделиями концерна Volkswagen Group. А чем проще, тем, как говорится, отказы устойчивее. Сугубо косметические вещи, такие как быстро затирающаяся кожа на руле, которая к пробеву около 100 тысяч километров у некоторых владельцев уже успевала приобрести относительно непотребный вид, мы говорить не будем. Как они влияющих на эксплуатацию. А вот на что стоит обратить внимание при осмотре подобного автомобиля, так это на работоспособность климатической установки. Нельзя сказать, что нарекания были повальными, но встречались случаи и выхода из строя компрессора кондиционера, и, собственно говоря, проблемы с моторчиком отопителя. Так что, по традиции, проверяем климатическую установку по всем направлениям и режимам обдува, по всем скоростям работы вентилятора, убеждаемся, что ничего не шумит, и при включении кондиционера из дефлекторов начинает дуть холодный воздух. Что касается силовых установок, на российском рынке два бензиновых двигателя, оба из одного семейства. Это серия FB. Первый двигатель FB-16B, объемом 1,6 литра, выдающий 114 лошадиных сил и 150 ньютон-метров крутящего момента. Второй, более старший, по объему родственник FB-20B, на 150 лошадиных сил, а крутящий момент уже 196 ньютонов. По своей конфигурации, оба этих мотора, конечно же, оппозитники. Блок цилиндров алюминиевый, головки блока цилиндров тоже. По два распредвала, по 16 клапанов и нет гидрокомпенсаторов. Клапанные зазоры регулируются подбором шайб. Система впрыско-топлива самая обычная распределенная, без всяких ТНВД и прочих усложняющих жизнь конструкций. На этих двигателях применяется система изменения фаз газораспределения, которую компания Subaru именует аббревиатурой AVCS. В оригинале Active Valve Control System, то есть система активного управления клапанами. В зависимости от версии исполнения этих двигателей, для разных рынков данные моторы FB-серии могут иметь как две муфты фазовращателя, так и четыре. В случае с европейскими и, во всяком случае, с российскими автомобилями, как правило, это две муфты на впускных распредвалах. Каким-то особо низким ресурсом муфты AVCS на данных двигателях не отличаются. Единственное, чего они по большому счету боятся, это использование некондиционного моторного масла, либо крайне длинные интервалы его замены. Сам производитель рекомендует менять масло на этих двигателях раз в 15 тысяч километров, что следует признать весьма неразумным интервалом и крайне желательно сократить его до хотя бы 7,5 тысяч. Что касается механизма ГРМ, то в данном случае он цепной. Цепей здесь две, по одной на каждую половину двигателя. Стоит отметить, что ресурс у этих самых цепей весьма немаленький. В обычном режиме эти цепи способны отработать свыше 200 тысяч километров пробега, прежде чем появятся первые признаки, извещающие о необходимости их замены. Так что, если вы подбираете такую машину с небольшим относительно пробегом, что-то в районе 100 тысяч, цепи ГРМ вас беспокоить по большому счету не должны. Говоря о различиях моторов FB для разных рынков, можно также отметить тот факт, что для рынка Японии, например, эти двигатели поставлялись с системой EGR и, соответственно, имели впускной коллектор с TGV-заслонками. Единственное предназначение которых – это снижение количества вредных выбросов в атмосферу при холодном запуске двигателя. Предназначение заслонок TGV – это перекрытие впускного коллектора, частичное, конечно же, при запуске двигателя на холодную. По достижению определенной температуры они открываются и впуск приобретает прежнее сечение. Практического толку для эксплуатации автомобиля от этой системы мало, но вот проблем она может подкинуть. Проблемы могут выражаться как в непосредственно заклинивании оси заслонок, так и в проблемах с их актуаторами или с датчиками положения. Большинство владельцев Subaru, у которых такая система присутствует, со временем приходят к тому, чтобы либо программно отключить ее, удалив эти самые заслонки, либо вообще поменять коллектор на версию без них. Но если вы покупаете Subaru XV-версии для российского рынка, то на моторах FB-серии, скорее всего, никаких TGV-заслонок у вас не будет. Часть впускного коллектора, именуемая на сленге «бинокль», будет представлять собой обычный кусок пластмассы. Что касается того, какой из двух двигателей предпочесть, если вы не очень любите бегать вокруг автомобиля с канистрой масла и подливать его в процессе эксплуатации, то ваш выбор – это мотор 1.6. Несмотря на небольшую мощность в лошадиных силах, он имеет все-таки довольно неплохой крутящий момент. Что не делает из XV объемом 1,6 литра совсем уж овощ, во всяком случае, на скоростях движения в пределах разрешенных в городе. И основной его плюс – это то, что масложор для двигателя младшего объема не характерен, что не скажешь про его старшего собрата. Конечно, в данном случае часть владельцев скажет о том, что двигатель FB-20B у них подъедал масло чуть ли не с начала эксплуатации автомобиля, купленного новым в салоне, а кто-то особо не заморачивается с доливом. Однако статистика по расходу масла по данным двигателям все же присутствует. Сама компания Subaru обозначает допустимую норму расхода масла на угар в 500 грамм на 2000 км пробега. Причина, по которой масложор начинает проявляться на FB-20, кроется в не очень удачной конструкции поршневых колец. Мало того, что ввиду повального увлечения производителей максимальным облегчением компонентов двигателя кольца в данном случае достаточно тонкие и легко коксуются, помимо этого они в принципе способны рано потерять подвижность. Так что если вы смотрите автомобиль, пробег которого составляет около 100 плюс-минус тысяч километров пробега, не лишний будет проверить агрегат надымность. Это первое. И второе. При эксплуатации машины в любом случае возьмите за правило контролировать периодически уровень масла. Поскольку в случае, если вы его упустите, последствия для силовой установки могут быть фатальными. В конце концов, автопроизводитель существования подобной проблемы с данными двигателями признал и с 2014 года уже можно покупать такой автомобиль более или менее смело, поскольку проблему в целом победили. При осмотре подобного силового агрегата крайне желательно диагностика в профильном сервисе, который занимается именно ремонтом автомобилей Subaru. Также обращайте внимание на отсутствие посторонних звуков при работе силовой установки. Хотя FB серия в целом достаточно шумная, но тем не менее при работе двигателя никаких стуков быть не должно. Моторы этой серии очень чувствительны к перегреву, поэтому при эксплуатации подобных автомобилей за чистотой и работоспособностью системы охлаждения нужно будет следить. И взять себе за правило хотя бы раз в сезон промывать радиаторы от скопившейся в них грязи. В остальном по большому счету при осмотре автомобиля обратите внимание на то, чтобы двигатель у вас был сухой. Никаких течей по крышкам клапанов, а тем более по стыку головок блока цилиндров с самим блоком быть не должно. Эти моменты проще всего выявить при осмотре автомобиля снизу. Также смотрите на то, чтобы не было подтекания масла по муфтам АВЦС. Ну и сама лобовина двигателя к большим пробегам, а большим это в данном случае за 200 тысяч километров, может начать потеть, либо сопливить маслом по низу на стыке с самим блоком. Кстати сказать, герметик на лобовине в данном случае держится достаточно неплохо. И если вы увидели течь по лобовине двигателя при осмотре машины, проверяйте пробег. Если он меньше 200 тысяч километров, есть большая вероятность того, что он был скорректирован. Ну а что касается ресурса этих двигателей, как 1.6, так и двухлитровый мотор, при условии должного ухода и при условии, что вы изначально не купили подобный автомобиль с уже положенным двигателем, способны отъездить порядка 250 тысяч километров пробега до появления первых вопросов. С поправкой на относительно молодой возраст XV-шек и на то, что еще можно приобрести подобный автомобиль с пробегом небольшим, что-то около 100-150 тысяч, если он родной остаточного ресурса данной силовой установки, при должном уходе большинству пользователей с их среднегодовыми пробегами в 20-30 тысяч километров должно хватить с избытком. Что касается коробок передач, купить XV вы могли как с механикой, так и с вариаторной трансмиссией. Для мотора 1.6 полагалась пятиступка, с двухлитровым агрегатировалась МКПП на 6 скоростей. Каких-либо вопросов по самим трансмиссиям нет, они образцово надежны. Что касается ресурса сцепления, то здесь обладателям бензиновых версий повезло куда больше, чем европейцам, которым полагался дизель, где как раз-таки проблемы с ресурсом данного узла были. Но на бензиновых автомобилях сцепление выхаживает свои положенные более 100 тысяч до замены. Кстати, если вы выбираете Subaru XV и планируете почаще выезжать на нем на бездорожье, то советуем предпочесть версию с механической коробкой передач с младшим мотором, поскольку только на версиях 1.6 механика имела понижающую передачу. Понижающая передача это единственный элемент из всего внедорожного арсенала, которым компания Subaru одарила XV. На двухлитровых же версиях никакой понижающей передачи этим автомобилям уже не полагалось. Система полного привода на версиях с механической коробкой строилась на базе самоблокирующегося дифференциала с вискомуфтой. Распределение крутящего момента между осями в пропорции 50 на 50. По надежности данной системы никаких нареканий по большому счету нет. Что касается автомобилей с вариаторной трансмиссией, на X-V использовался вариатор Lineartronic, это коммерческое наименование, модель TR580. Данная вариаторная трансмиссия отличается от аналогов у прочих автопроизводителей. Вместо ремня в данном случае компания использует цепь. Ресурс вариатора Lineartronic весьма немаленький. Эта трансмиссия способна отходить как минимум около 200 тысяч километров пробега до появления первых вопросов. По большому счету данные коробки боятся только грязного масла. Да и те, как правило, бывают связаны с длинными интервалами замены масла и, соответственно, с грязью в нем. Продукты износа элементарно забивают гидроблок трансмиссии, а неработающий корректно гидроблок уже тянет за собой выход из строя всех остальных компонентов. Несмотря на то, что компания Subaru заявляла данную вариаторную трансмиссию как необслуживаемую, все же масло менять в ней нужно. В обычных условиях эксплуатации, или лучше сказать в тепличных, делать это необходимо раз в 70 тысяч километров пробега. Но в том же мануале от производителя указано, что если автомобиль используется в сложных условиях, а к таковым, например, относится использование машины при температурах окружающего воздуха около минус 30 градусов Цельсия, либо ниже, то интервалы замены масла в коробке лучше сократить. И цифра, которую приводит официальный мануал, это 45 тысяч километров пробега. Так что за ориентир при эксплуатации в большинстве регионов России стоит взять именно эту цифру. Масло в коробку, кстати, заливается специальная Subaru CVT Lineartronic зеленого цвета. Пользоваться же жидкостями-заменителями от сторонних производителей в данном случае может быть весьма рискованно. Случаи гибели агрегата при работе на неподобающем масле уже бывали. Система полного привода на X-Vis вариатором отличается от таковой на механической трансмиссии. В данном случае за распределение крутящего момента между осями ответственна фрикционная муфта с масляным охлаждением. Крутящий момент может распределяться в пропорции 60 на 40. То есть автомобиль все-таки демонстрирует повадки переднеприводной машины. Вопросов по ресурсу данных компонентов по большому счету нет. Единственное что, если чрезмерно усердствовать в преодолении препятствий вне дороги, то данную муфту можно разве что перегреть и довести до аварийной остановки. По части надежности здесь также все в порядке. Единственное что нужно помнить, если вы выехали на серьезное бездорожье, то в перерывах между покорениями препятствий данной муфте нужно давать остывать. При должном усердии ее можно перегреть. Что касается подвески, то у Subaru XV она получилась на удивление сбалансированной по своим качествам между управляемостью легкового автомобиля и энергоемкостью кроссовера. В большинстве случаев на этом автомобиле вы можете комфортно перемещаться даже по дорогам не очень хорошего качества, в том числе и по проселкам. Радует и дорожный просвет. По конструктиву подвеска на XV это MacPherson спереди и многорычажка сзади. А по сроку службы большинства ее компонентов она довольно-таки в средних значениях. Не самая выносливая, скажем так, но и далеко не самая хлипкая. В данном случае даже слабые традиционно для большинства автомобилей компоненты, такие как втулки и стойки переднего стабилизатора, способны отработать около 60 тысяч километров. На пробегах около 100 тысяч километров следует быть потенциально готовым к замене сайленблоков передних рычагов, а также к тому, что на этих пробегах уже могут начать потихоньку проситься на замену как амортизаторы, так вполне возможно и ступичные подшипники. Естественно, не все с копом. Рулевая рейка, самый дорогой компонент любой ходовки на Subaru XV, электрическая. Соответственно, никаких шлангов гидроусилителя, самого насоса, ничего такого здесь нет. Проблем с течами у вас точно не будет. С чем сталкивались некоторые владельцы данных автомобилей, так это с появлением стуков на пробегах около 100-120 тысяч. И, как правило, стуки эти вызываются износом втулок рулевой рейки. Соответственно, после их замены рейку можно эксплуатировать дальше. Так что, по большому счету, к слабым местам она также не относится. Задняя подвеска XV, несмотря на то, что представляет она собой многорычажку и сайленблоков, здесь много до пробегов в 150 тысяч километров, как правило, ничем себя особо не проявляет. Ну, разве что попросится на замену втулки либо стойки стабилизатора. Присутствуют в задней подвеске XV также и шаровые опоры. Поэтому при покупке подобного автомобиля обязательно внимательно диагностируйте подвеску, поскольку элементов здесь много. И перечень замен в случае, если подвеска полностью легла, будет довольно обширной. Так что при покупке подобного автомобиля тщательная диагностика подвески желательно. Элементов здесь много, и в случае, если вам придется менять всю ее скопом, это будет поводом для очень хорошего торга с продавцом. Ну, а теперь выводы. Subaru XV – это весьма интересное предложение на рынке компакт-кроссоверов. Помимо необычной, неординарной яркой внешности, этот автомобиль может похвастаться практически самым большим дорожным просветом в своем классе. Среди аналогичных компактных автомобилей. Надежной и очень интересной системой полного привода. Хорошей, во всяком случае, пока еще коррозионной стойкостью кузова. А также очень удобной совершенно легковой посадкой за рулем. При этом для задних пассажиров места также достаточно. Единственный недостаток по сравнению со старшим собратом, Форестером, это маленький багажник, который, благодаря наличию запасного колеса под полом, может похвастаться очень небольшой высотой и объемом всего в 380 литров. Что касается двигателей, то если речь идет про дорестайлинговый автомобиль, и вы так уж сильно боитесь купить машину с расходом масла на угар, то желательно присмотреться к мотору 1.6, где данных проблем мало. Если же вы смотрите автомобиль после 2014 года выпуска, то здесь уже можно смотреть и двухлитровые машины. Но помните, что на вторичном рынке большую роль играет состояние, и покупать подобную машину без тщательной диагностики может быть себе дороже. Что касается механических вариаторных коробок, то здесь, по большому счету, вопросов к надежности узлов также нет. А ходовая часть в среднем будет требовать вмешательства не чаще, чем раз в 100-120 тысяч километров, что также вполне приемлемо. Так что, если этот автомобиль нравится чисто внешне и подходит вам по своим потребительским качествам, берите. Какую версию предпочесть? С точки зрения надежности, пожалуй, самым предпочтительным выбором будет найти машину с двигателем 1.6 на механике с понижайкой. Данный автомобиль будет демонстрировать, кроме прочего, и неплохие внедорожные качества. Ну, а для городской эксплуатации смело можете выбирать вариатор, который у компании Subaru получился на редкость удачным в плане надежности. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте указывать в комментариях, какие автомобили вы желали бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну, а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть до сих пор Subaru XV, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, либо в чем нас поправить, обязательно пишите это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной машины, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Пока.